ну чё? видно меня, Игнат Тихонович, с миром? с миром! значит, я тебе говорил, можно звонить мне только один раз в неделю я должен бросать всё, один раз, вот да-да, давай, ты заранее напиши, я кое-что сейчас тебе дал, а тебе долго нету у меня, я только приготовился, а тебя нету всё, извините, пожалуйста, у меня там... прям немедленно, как только я разрешил, ты сразу заходи, у меня времени нет, дорогой мой давай, слушай, слушай, Игнат Тихонович, Володя вчера вам говорил, я вот, вот, у меня мать, вы знаете, она неверующая, у меня вот такая проблема она, во-первых, в отношениях находится, во-вторых, собралась выходить замуж за человека, который четыре раза женат к тому же она разведена, а она меня не слушает, по слову Божьему, я ей уже сказал всё, всё, больше не надо ничего, сразу замолкни больше, она мать больше не подходи, не говори, никак всё, тема закрыта ты сказал ей, и на этом всё, тебе больше не надо ничего говорить только молись, усилий молитву с постом молитвой и какой будет там муж, какой это муж там или кто он там будет заходить ты не показывай враждебное лицо скажи, слово Божие запрещает вам, если вот так кратко, кротко, смиренно выведи себя она мать чтобы тебе не быть хамом понял, нет? смотри, будь внимателен, иначе всё Бог отнимет смотри, как хам-то не прикрыл Ноя, и всё чёрный континент, негры тысячи лет вот как Господь сказал, раб рабов будешь а двое-то си миофета они прикрыли отца даже не глядели, задом его так шли, покрывало накрыли а то родители, будь очень осторожен всякую честь оказывай ты меня понял, нет? да всё ну а сказать, если вот уже вообще ничего изменить нельзя скажи, мало того, заранее напиши на бумаге чтоб тебе не это и скажи, вот вы прочитайте это лучше сделать так такими буквами, как печатными напиши, чтоб легко было считать а раз они отвергли, всё как будто ничего нету тебя это не касается ты желторотый птенец сиди в гнезде спокойно пока тебя не выкинули ну понятно, хорошо так что, Георгий, смотри слушай внимательно это родители с почтением относись не тебе решать, как ей жить ей дана власть над тобою, а тебе над ней не дана как вы же говорили, они во мне больше нуждаются, чем я во мне они нуждаются нуждаются, поэтому как эту нужду выправить вот и напиши напиши и подай, я тебе повторяю второй раз а не так, вот она такая больше, чтоб это никому не повторял и не говорил не надо это разносить зачем? мать тебя родила, кормила не ты её так что, дорогой мой будь очень внимателен больше не подходи не говори, занимайся своими делами молись, что там, в храм ходи записку написал, один раз только больше не пиши один раз скажи, это греховное так я и уже говорил ну всё ему, ему, который придёт и мужик да и если, а если придёт, он начёт что-то на меня восставать, тоже молчать? ну, как восставать? что восставать? то ты же не пьяный ты сиди там, где у тебя, я не знаю, в обстановку в комнате где тебе можно сидеть, ты сиди и занимайся никуда не лезь не надо это делать, она мать, ещё раз говорю понял, хорошо ты сказал, всё скажи подойди к ней и скажи, мама это не так, я больше не буду подходить но ты знаешь, что я буду молиться, чтобы ты спасла душу свою, поступила как правильно сказать можешь подойди, обними и поцелуй её она меня не принимает она меня отвергает это другой договор вчера не приняла, а сегодня принять может вот там засыпился, она не принимает а что тебя принимать то? кто ты такой? желторотый птенец ну ладно, давай очень строго я же вам говорил скажи, я больше не буду говорить прости меня, мама вот так понял, нет? всё, время нет отхожу, до свидания до свидания больше не звони по этой теме и